Продажа автомобилей в России превратилась в бесконечное объегоривание народа. Именно с этой мысли я и начну сегодняшний выпуск. Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы находимся в парке Горького, где некоторые годы назад мы снимали интересное интервью с менеджером автосалона. На сегодняшний день уже с бывшим менеджером автосалона, который рассказывал, к чему сводится ежедневная продажа вам автомобилей. Заставляют людей обманывать, втютюхивать кредиты, заманивать низкой ценой, чтобы вы приехали за своей мечтой, за своей желанной покупкой, а на месте вас как угодно это называете. Что нужно, чтобы поменять этот рынок? Что нужно сделать, чтобы покупка автомобиля наконец-то стала честной и прозрачной? Вот именно об этом мы сегодня и поговорим. Нам дадут комментарии разные люди, но на выходе получится интересный и полезный контент. Где вы сможете высказать ваше мнение в комментарии, дать ваши прогнозы, но обо всем по порядку прямо сейчас. Знакомьтесь, друзья, Андрей Ивашенко. И начать я хочу со слов «Кто ты воин?» Это просто будет сейчас нечто. Друзья, давайте обо всем по порядку. Андрюх, давай в дружеском формате людям объясним, о чем ты нам хочешь сегодня рассказать, что ты придумал, что у нас будет, что такое Купра? Что такое Купра? Мы придумали новую доску автомобильных объявлений, но она не похожа на то, к чему все привыкли. Потому что там главную роль мы выделяем продавцам. Что именно, как? То есть теперь он, давай назовем его Вася Пупкин. Теперь этот Вася, это не сотрудник при каком-то автосалоне, а он там, зарегистрировавшись в отдельном профиле приложения, мы о нем чуть позже скажем, он там может создать из себя свой наконец-таки собственный бренд. То есть он, как боевая единица, сам ходит по складу фоткать тачки, шоурум, стоянка, ну, разные локации, выкладывает их. Выкладывает, как он это видит. Главная самая задача – честно выкладывать. То есть не выкладывать машину стоимостью 7 миллионов за 4, и потом, ой, это там, ты сам знаешь, да, там, при кредите и так далее. А он выкладывает так, чтобы трафик, который мы ему будем давать, чтобы этот трафик ему голову, мозги не делал. Потому что он честно выложил, он говорит, мужики или там женщины, да, эта тачка есть, да, цена такая, да, приезжай. Скидки – поговорим. Кредит отдельно будем считать. Цена – только мы от кэша отталкиваемся, чтобы был четкий ориентир. По сути своей, конечно, это доска объявлений, которая людям будет понятна, на которой будет объявление, возможность чата, просмотра рейтинга и так далее. То есть в основном мы похожи. Но именно суть в том, что продавцы там играют главную роль. Друзья, вот все гениальное просто, и мы именно с этого начинаем. Я вам предлагаю сегодня выступить в роли, давайте так, судей. Вы сейчас просто послушайте, напишите ваш комментарий, потому что Андрей и вся команда будут читать ваши советы, возможно, где-то увидеть действительно толковый инструмент для себя. Потому что я делал публикацию в Телеграме канала на эту тему. Вы написали вопросы, которые действительно оказались в тему, и сегодня мы о них тоже поговорим. Да-да-да, ответы есть, все объясним, расскажем. Внезапное перемещение, и мы в офисе у Андрея Подшивалова, он же Ярдрей. Рад тебя видеть, классное интервью у нас было записано с Андреем на кухне, пользуясь случаем, напомню вам о нем. Андрей, давай по существу и сразу на чистоту, раз уж мы за правду. Нахрена тебе вообще это все дело надо? Какая-то площадка, какие-то объявления. У тебя очень много работы, тебе постоянно куда-то надо ехать, обращения. Зачем тебе это? Слушай, ну объективно авторынок, он если не упал на дно, то куда-то туда стремиться. И то, что сейчас происходит с объявлениями о продаже машины, это просто сущий кошмар. Потому что раньше ты заходил на доску объявлений, смотрел цену автомобиля. Три миллиона, значит три миллиона, значит ты поешь, возможно, скидочку даже еще дадут. Сейчас это невозможно, это просто какой-то набор цифр абстрактный. Три миллиона там в объявлении, а можешь приехать, купить ее за четыре, за пять, за шесть. То есть эта цена, она ничего не значит, и дилеры вот в этом обмане, они начинают уже соревноваться, выдумывают какие-то новые хитрые схемы обмана, и все хуже и хуже и хуже. И когда Андрей пришел ко мне с этим приложением, во-первых, у него горели глаза, это важно. Я считаю, что когда у человека горят глаза, он прямо горит душой за свое дело, у него обязательно все получится. А во-вторых, это на самом деле хороший выход для того, чтобы рынок обратно вернуть в нормальное положение, чтобы человек, когда покупает автомобиль, знал, что он покупает, у кого он покупает, что покупает, он именно за ту цену, которую ему предлагают, что не будет никакого обмана. Это же очень хорошо, я постоянно в своих выпусках показываю схему обмана в автосалонах, и сегодня я одну схему показал, завтра она другая, завтра я другую показал, после завтра она третья, потом на эту третью попадается опять мой подписчик, которому я говорю, слушай, ну я же показывал эту схему, ну как ты, ну вот я думал, что меня не обманут. Соответственно, это какой-то сизифов труд, я борюсь с этим, а это как-то, ну мне кажется, что бесполезно. Если я где-то точечно кому-то и помогаю, то, по крайней мере, системно я точно ничего не могу поменять в этой сфере, которая в последнее время, к сожалению, превратилась в откровенно мошенничество. А вот это приложение, оно может именно системно все поменять, поэтому оно и очень интересно. Ну в том числе продавец это окей, но есть потребитель. Вот человек сидит, говорит, мне, а ну нахрена это сейчас все слушать, что я от этого получу, для чего мне это надо? Расскажи про потребителя. Мы здесь очень сильно сокращаем путь потребителя от желания просто начать искать машину до конечного человека, с кем он будет коммуницировать. То есть сейчас что это? Объявление, неразбериха в цене, звонок. Звонок куда? Плюс 7, 4,95, либо любой другой город. Там что? Алло, вы кто? Что вам надо? Мне надо? Вам как физику или как Юрику? Все, вот этот пошел шаблон. Окей, разобрались, как физику, все, переключают. Слушаешь музыку, слушаешь, слушаешь, у них там ктовайся. Так, ты возьми, нет, ты возьми, нет, ты возьми. Все, кто-то взял. Кто взял, ты не знаешь. У него плохое настроение, хорошее, вообще он качественный продавец, или все, первый день вышел только. Он, алло, ты, алло, я опять снова шаблон. Он не знает, тайный ты покупатель, он тебя будет по шаблону вести. Как бы какой-то душевной романтики ты с ним химию, ну вряд ли получишь. И ты такой, угу, окей, ну что по итогу-то? По итогу его задача с тобой не познакомиться, не подружиться. Его задача тебя затащить. Ему что нужно? Ему нужно просто, чтобы у него звонок-визит был максимально эффективным. Он тебя тащит в салон, рассказывает тебе все, да. Ты говоришь, а точно? Точно. А она? Она. А прям ПТС, прям ПТС. Ну и ты в итоге вот через этот путь прошел. В большинстве случаев что-то у тебя где-то в кривь пойдет. Ты такой, блин, потратил время. Ладно, всем спасибо, я поехал. А еще в руки моей редакции попал увлекательный эпизод, который не вошел в выпуск к Андрею. Но здесь ему как раз место. Буквально 3 минуты вы сейчас увидите. И прочувствуете боль людей, внимание, которые привозят машины, которые сами за свой счет покупают машину где-то там, везут в Россию, продают вам. И они хотят вам давать самые честные цены, самые низкие цены. Но с чем они сталкиваются? Вы ведь все хотите получать выгоду. Вы хотите приехать по той цене, которую вам пишут в объявлении. Но с чем сталкиваются люди? Давайте послушаем одного из таких продавцов. Классифайды не дают поток трафика, правильно я понимаю? Авито выключили, просто молчит. Авито, кто выключил? Ну кто-то выключил. Мы провели расследование, разместились по первым ценам. Мы первые руки, чтобы вы понимали, в России. Мы напрямую из Китая на своих собственных автовозах везем свои собственные машины на свой оборот. У нас здесь люди покупают, забирают со второго этажа. У нас ни рекламы нет, ничего. У нас первые цены. Мы исследовали этот вопрос. Просто у нас самые нижние цены, они фактические. Вы придете сюда, здесь 7100, здесь 7200, 6900, мы предложим 6800. Мы даже 6600 можем продать для 9, потому что у нас их куча. У нас еще в Китае есть возвраты и так далее. Короче, у нас математика считается. Ну на ВИТО ты заходишь и видишь 5900 Лисян. А, вот он. 5900. Мы вас ждали сегодня весь день. 5900. Я звоню, я такой, алло, здравствуйте, вот у китайские машины продают. А что это такое? Ну я, естественно, играю роль. Они говорят, ну это Лисян, приезжайте к нам. Я еду. Твою мать, я думаю, я потрачу эти полдня. Я приезжаю, 7500. Как это вот, ну, человек один раз, два раза съездил и перестал звонить по ВИТО вообще. Поэтому сейчас работает что? Значит, телеграм-канал, да? Социальное подтверждение нужно. О, блин. Бинго. Этот термин классный. Смотрите, мы на самом деле сегодня снимали целый ролик про наш проект, который я совместно с Андреем запустил. Из команды молодых IT-специалистов. Иди сюда, Хвадий, я понимаю, что ты устал. Это тяжелая работа быть блогером. Ты личку забрали. Ну забрали, забрали, поулыбайся просто. В общем, мы сделали... Я продаю у дилеров машины. Мы сделали приложение, где будет рейтинг продавца, который он может прокачивать за честные сделки и точно так же за несчестные, вот как вы сказали, в объявлении 5500, а по факту 7500, и вот оттуда просто рано или поздно... Наконец-то. Да? Наконец-то. Потому что на ВИТО даже у 5900 рейтинг 5 звезд. Понятное дело. Рейтинг 5 звезд и 120. А у меня рейтинг единица вообще. Ну да. Не пишут мошенники. Да, да, да. И говорят, чтобы удалить отрицательный отзыв, над 6500 заплатят. Точно, ты коврики резиновые, ну не смог подарить. Ну по какой-то причине тебе напишут, что ты, блин, обманул, ограбил и так далее. И к Ярдрю мы пойдем и оспорим все у вас. Самое главное направлена борьба будет вот как раз на эти, которые размещают за 5500 при реальной цене 7500. Потому что это уже вот просто всех достало. Непонятно, даже в последнее время невозможно установить рыночную стоимость автомобиля, потому что как ее раньше устанавливали. Брали классифайт, нижнюю цену, верхнюю, средняя арифметическая цена. А сейчас если нижняя 5500, а ее просто нет, это несуществующая цена. Сколько средней рыночной, вообще непонятно. Вы звоните в следующий салон. У нас на канале даже есть выпуски, где человек приезжал в Санкт-Петербург из другого города, 500 километров проехал. Ему 11 дилеров сказали, что машины есть в наличии. Он объехал их всех, ни у одного не было машины в наличии. Но это реально и так, я даже выведу вам на экран. Как он может, этот клиент, обидеться на это? Вот как? Никак. Никак. Он такой, ну ок, типа спасибо, посмотрю, ваш замечательный. Жалоб на вас, не пишу. Но он ничего не сделает, понимаешь, ничего. Буратино, друзья, а есть у него, скажем так, брат Пиноккио. Пиноккио чем был известен? Тем, что после каждого вранья у него нос все рос, 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 становился больше. И это очень тесно связано с нашей историей. Потому что теоретически вот такую картину мы должны встречать у менеджеров в автосалонах. Хотите вы, друзья, этого или нет, парни, вам всем привет. Я знаю, что менеджеров сегодня смотрит огромное количество этот выпуск. Но тем не менее, как нам это дело все избежать, сейчас будем обсуждать. Расскажи немного о себе, чтобы людям было понятно, кто ты, какой у тебя опыт, какое ты отношение имеешься к автомобилям, к автосалону. Ведь как-то же тебе эта идея пришла для создания такого проекта? Смотри, все очень просто. Девятый год, я устраиваюсь продавать УАЗики в Солерс, когда они еще розницей занимались. Потом я понимаю, что УАЗики перерос, я хочу продавать. Меня там на Сан-Йонг перевели. Потом я пошел дальше двигаться, попадая в Хионды. А потом вообще Солярис выходит, и я такой, вау, прям вообще все хорошо. Прям мне это все устраивает. Я в этом прям во всем комфортно себя чувствую. Все, я продавец. Потом мне все надоедает по масс-бренду, я прыгаю чуть выше-выше. И где-то там с 13-14 года, вот я как в премиуме сел, так, соответственно, вот до момента, когда мне пришла эта мысль, вот я там и работал. Разные бренды, немецкие в основном премиальные бренды. И ты знаешь, вот если сравнивать девятый год, то такого негатива не было. И почти все продавцы вот так вот не ходили. То есть было все-таки нормально? Было все нормально, можно было в прайс торговать, не было вот этих кредитных всяких всем и так далее. Но где-то вот года уже с 14-го, с 15-го, особенно в премиуме это очень сильно чувствовалось, вот все, пошла эта тема, пошло, ну не буду рекламу давать там с нашим там самым известным классифайдом. Они начали себя, ну как я думаю, это мое мнение, начали себя топить. Потому что пошла гонка маркетологов, кто ниже, кто ниже, кто ниже. И моя работа начала превращаться, знаешь, во что? То есть я в какой-то момент приходил, у нас там какая-то пятиминутная планерка, и Роб говорит, сейчас трафик пойдет, цены, ну сами понимаете, там будут как бы не такие. И вот вы же профессионалы, ну и хреначьте типа, да. И я понимал, что моя задача это через большой ливень негатива выцеплять людей более-менее, которые, ну ладно, хорошо, я приеду, и вот с ними работать. И получается, ты начинаешь работать изначально с негатива, объяснить, что такой цены нет, ну и как-то в итоге продажи вести. И в большинстве случаев получалось, знаешь, когда химия есть между людьми. То есть многие, знаешь, говорят, хорошо, что ты к нам подошел, или хорошо, что ты трубку взял. Вот, и я в какой-то момент начал смекать, что, а как вот вообще этих двух людей, ну им проще друг друга найти. Смекать начал, но идея еще пока тогда до конца не родилась. И ближе уже к 20-му году в таком баварском бренде я работал. Я там в какой-то момент уже наслушался большого негатива от клиентов, наслушался всех проблем своих коллег по делу продаж. И вот моя идея есть. Надо сделать площадку, где будет продавец оцифрован отдельно от локации, и все, вот он будет сам решать, и клиент его будет находить, им будет проще. Я иду с этой темой, ну скажем так, к руководителю некому, и ты знаешь, что я слышу? У тебя там что на визитке написано? Я говорю, ну вот я машину подвожу. Говорит, ну иди продавай. То есть твои инстаги, ты давай это, знаешь, там, рюк, успокойся. Да, прям вот не лезь, нет, да, это не твое, а я как бы такой по натуре, ну мне вызов этот интереснее, я такой думаю, что в смысле не мое. Ну это же идея моя, я и горю, как бы это, ну это должно прям вот понравиться. Меня осаживали, вот всем, с кем я не делился, все вот именно кто принимает решение за какие-то деньги, инвестиции, все такие, успокойся, у тебя хорошо получается продавать, это твое, вот этим занимается. Поэтому, друзья, сегодня вы некие руководители, которые слушают ту идею и дадите ей оценку. Да, тут еще смотри, какой интересный момент. Андрей, он до мозга костей продавец, и он, соответственно, в этом приложении в основном лоббирует интересы продавцов. А я, поскольку в основном защищаю потребителей, то есть простые покупатели, я, наоборот, оцениваю все это с точки зрения покупателей. И поэтому, мне кажется, вот в этом плане приложение должно быть очень уравновешено. То есть там должно быть и продавцам комфортно находиться, и покупателям. Потому что Андрюха иногда перегнет, я говорю, нет, ты вот конкретно перегибаешь, покупателю это будет неинтересно. И Андрюха какие-то моменты там пересматривает в приложении. Или, наоборот, я излишне защищаю потребителя, делаю некомфортные условия для покупателей. Тогда Андрюха поправляет, и тоже какие-то моменты в приложении поправляются. В итоге, я думаю, что оно будет сбалансированным и интересным всем. Именно из-за этого оно должно сработать. Прокомментируй, пожалуйста, еще момент, что обычно люди говорят, Москва, Москва, все в Москве. Но это же будет работать по всей стране. И каково это иметь такие амбиции, что в 2024 году, когда есть такие гиганты на рынке, называть их мы, конечно же, не будем, но они есть, и вы уже сразу понимаете, о ком идет речь. Выходить в конкуренцию с ними, не задушат ли они вас? Как вы считаете? А я считаю, что мы не выходим в конкуренцию. Я считаю, что проект Купро, он не является конкурентом тем самым площадкам, потому что там и цифровываются автомобили. Цифровывается автомобиль, вывешиваются объявления о продаже автомобиля. А в проекте Купро цифровывается продавец этого автомобиля, который набирает рейтинг, который набирает доверие покупателей, можно сказать, становится каким-то там микроблогером. Так как мы сегодня говорим про честность, что это вообще основа основ. Будь честен, и все будет хорошо. В какой-то момент тебе, да и многим менеджерам по продажам, надается делать из людей, озвучивать не нужно здесь, понимаешь, здесь уже сразу всем все стало понятно. Ну, а ты работаешь, тебе деньги нужны. Ключевое у всех что? Надо кормить семью. А что я буду делать? Я же не руководитель, я не принимаю решений. Но казалось бы, все начинается с простого, с честности. Вот давай так. В какой момент ты понял, что ты можешь создать площадку, где будет честность? Вот давай так. Ты знаешь, создать площадку не так дорого. Просто в какой-то момент я вот это понял, что... Смотри, я ходил в Рольф, в Инчкейп, в бывший, в Вавилон, вообще чуть ли не к владельцам. Еще сейчас, ну могу забыть, но еще автодом, не знаю, говорил, нет. И я с ними общаюсь, я понимаю одну простую вещь. Они вот на меня смотрят такие, не, ну классно. Как бы, ну классно, но мы тебе не поможем, потому что ты это сделай, ты нам это запусти, мы посмотрим, ну и там ворвемся. Я такой думаю, окей, думаю, где еще можно деньги взять? Венчурная всякая тема, питчел там, выступал. Там вообще такое чувство, как будто люди вот просто приходят тебя послушать, не знаю, ну им заставили как будто бы. Я понимаю, что все это, ну не то. И в какой-то момент я задолбался эту идею пытаться продать без реализации. Ну, я сел в семью и говорю, давай так, отпуск минус, машины не меняем, возможно с какой-то расстанемся, телефоны обновлять не будем, короче, прям хлеб-соль, но я свою как бы идею хочу воплотить. Вот это уже интереснее. Вот это уже интереснее, потому что, друзья, очень часто у нас также возникает вопрос, а на чем можно сегодня заработать не три копейки, а побольше? Слушай, ведь этот проект теоретически в будущем, в реализации его полный, может приносить неплохой доход. До этого мы тоже дойдем. Продав свои машины, ну машину, сколько у тебя удалось это выручить денег, сколько у нас было в руках для того, чтобы можно было это уже непосредственно твоих денег заложить? Слушай, здесь арифметика проста. Когда в 20-м году я нашел своих айтишников, которые ныне со мной, и уже часть компании, они уже делают все, можно сказать, бесплатно, то тогда цены были не как сейчас космос, и тогда, ну давай так, все про все под ключ, но тебе нужно точно больше пяти и точно меньше десяти, где-то посередине миллионов рублей. Вот, если ты как бы готов брать свои идеи и жертвовать этими деньгами, что в принципе, ну я думаю, у современного там продавца там в его 35-37 лет уже есть некая, да, там база материальная, которая может как бы эти деньги заполучить себе, что-то продав или что-то скопив. Соответственно, вот я в эту идею пошел. Нашел айтишников, мы их запустили, а потом ковид, все меняется, снова нужны деньги, потом 22-й год у нас начинаются события с Украиной связанные, рынок вообще взрывается, все совершенно по-другому меняется. Мне айтишники звонят, говорят, все, нам нужно все переписывать, ну потому что все, не актуально то, что мы сделали, потому что рынок все там, и БУ поперло, да, вот это параллельный импорт. И я к ним в какой-то момент приезжаю, говорю, вы понимаете, у меня больше нет денег. Ну все, я говорю, вот есть идея, вы ее знаете, денег нет. Они берут тайм-аут, я нервничаю, пока они этот тайм-аут берут, потом звонят мне, говорят, все, летим дальше, но уже без денег. И я, хух, полетим, все. Ну без денег, смотри, ты так прокинул фразу такую интересную, но потом уже айтишники стали свои, стали работать бесплатно. Это как понять? Ну объясни людям, как это? Ну не то, чтобы бесплатно, просто сначала у нас были рыночные отношения, не я им деньги, они мне услуги. То потом они сказали, давай так, мы минимально вообще сжимаемся, чтобы вот какие-то зарплаты маломальские платить. И ты как бы это должен вывести. Ну с каким-то чудом я это вывез, и вот в итоге уже под самый конец, когда все подходит сейчас к запуску, конечно, совершенно уже другие бюджеты, и моя задача была сделать продукт, напоминаю, не запустить его, сделать продукт. Я его сделал, и теперь у меня было что-то, что я могу приезжать и показывать. Но мне настолько был не совсем приятен тот диалог с вот этими всеми владельцами, что я подумал, что это бесполезная история, в нее идти не надо. Я долго работал в премиуме, я подумал, у меня такая записная книжка, ну объективно, там такие люди, ну честно, прям сумасшедшие есть люди и по бизнесу, и вообще по разным направлениям. Я думаю, что мне стоит им просто позвонить? Ну что я теряю? Я ничего не теряю. Я составил список, сделал первый звонок, и все. А вот это вот интересно. Переходим дальше. Безусловно, это стартап, поэтому, понятное дело, он может как взлететь, так и не взлететь, но я все-таки надеюсь, что взлетит, и я в это верю, потому что это действительно классный проект. Давай такое завершение сделаем. Что бы ты попросил, возможно, от зрителей, в чем могла бы быть поддержка? Потому что в дальнейшем, в первую очередь, как минимум, получать некую гарантию, что придя на Купро, его точно не обманут раз, продавец забывает про головняк из серии, да-да, езжайте к нам, мы сделаем скидку. Он может говорить честную цену, устраивает, приезжает, два. И в целом, в чем может быть поддержка сегодня людей? Скачать приложение, зайти на сайт? Дорогие подписчики, у меня единственная просьба, поскольку это новый проект, который запускается с нуля, его еще нужно будет наполнить. Вот сегодня туда зашло 10 продавцов, 10 покупателей, завтра 20 продавцов, 20 покупателей, через неделю по 100. Если вы в какой-то момент туда зайдете, и выбор продавцов, выбор автомобилей покажется вам маловатым, вы не удаляйте приложение, зайдите туда еще через какое-то время. Через некоторое время, когда там будет становиться все больше и больше людей, будет больше продавцов, больше предложений, больше автомобилей, и, соответственно, рынок автомобильный будет становиться чище. Что касается продавцов, не теряйте время, заходите туда, конечно же, уже прямо сейчас. В ролике фигурирует Андрей Подшивалов, он же Ярдрей. Ярдрей. Ты приходил к нему так же, что ты ему рассказывал, для чего тебе Андрей? Все очень просто. Еще до того момента, когда я понял, что нужны какие-то инвестиции в проект, я вообще думал по простому пути пойти, найти классного амбассадора, которого это все заинтересует, и он начнет маломальски тащить это на себе, чтобы я к инвестору шел не просто с голым проектом, а уже с запущенным проектом и с цифрами. То есть я хотел максимально, как отличник, прийти, сказать, вот мы уже запустили, там рычаги подергали, здесь все поправили, все работает. И я начал этого человека искать. Ну, в современном мире это какой-то блогер раскачанный, да. Я, честно, у меня была встреча с блогерами, ну, потому что через кого-то, кто-то, ну, легко выйти на связь, но всегда я прям это в глазах видел. У тебя деньги есть? Вот это прям читалось, знаешь, то есть я полечу в любое, ты мне главный бабок заплати. А я пытался идеи заразить. То есть я говорю, да подожди ты, ты понимаешь, что сейчас не про деньги лучше, сейчас лучше как бы про успех, там, если все у нас сложится, говорю, тебе там интереснее будет. Да, хорошо, спасибо, там, я бы это сам, у меня тут это, и все. И так, ну, это очень известные блогеры, я не хочу их называть, но очень известные. И так со всеми с ними, короче, у меня произошло. И потом я уже такой немножко расстроен, думаю, неужели я как не отличник пойду на эту встречу искать деньги. Я думаю, блин, надо все равно не эту, типа, руки не опускать. И мы сидим в офисе, и нам один, там, наш человек из команды говорит, а я Андрею Пачвалову машину на учет помогал ставить 10 лет назад. Я такой, а что ты молчишь? Он такой, ну, вот так. И мы едем к Андрею, прямо сразу ему звоним, он говорит, да, ок, я с вами встречусь, послушаю. Мы сразу к нему едем, переговоры, он очень аккуратно в переговорах выступал, он решение принимал, мы его ждали долго, там, три, может быть, четыре месяца. То есть, мы с ним несколько пулов встреч у нас было, он вопросы задавал, а вот точно ли ты будешь, как ты честность подтвердишь, а вот эти все вопросы, а точно ли ты с модерацией справишься, а если вдруг мы станем, как обычные доски в итоге, то есть, это все очень ему волновало, все ответы он от меня получил, ну, все, он говорит, все, я с вами, он к нам присоединился, теперь он с нами. Давай посмотрим в будущее. Люди писали в Телеграме канала различные вопросы, и один из них звучал примерно так, что уже приходили на наш рынок различные площадки, которые начинали ровно с таких же слов, вот копировать, ставить, мы за честность, мы за честный рынок, на деле получилось так, что обман, обман, обман. Насколько ты уверен, что ты выходя на рынок, об этом говорят, что Андрей Подшивалов рекомендует вам эти приложения, рекомендует вам этот сервис, не переживая, что через полгодика не аукнется так и не скажет, а мы же тебе говорили. Да, но я смогу контролировать, в отличие от других приложений, которые что-то там обещают, но я не знаю, как там изнутри, что происходит. В данном случае я могу все контролировать. Приложения делятся и проект делятся на две части, для покупателей и для продавцов. Вот сейчас, ребята, менеджеры в автосалонах, руководители отделов продаж, директоры салонов слушают и хотят задать тебе один вопрос. Андрей, зачем нам это надо? Для чего нам идти к тебе на площадку, регистрироваться, что мы от этого получим? Расскажи подробно это продавцам. Слушай, на самом деле все просто. Если брать пример с рынков более развитых, например, которые за океаном находятся, там уже давным-давно автосалоны вкладывают в своих лучших продавцов деньги для того, чтобы раскачать их в соцсети. Банально. Они уже давно до этого дошли. И в Америке где-то продавец Мерседеса образный, у него соцсеть раскачана так, что ему трафик вообще не нужен. Ему просто через запрещенную там соцсеть просто летит я хочу к вам, хочу к вам, хочу к вам. Это уже давно понятно. Как бы почему наши до сих пор до этого не смекнули, я честно не знаю. А мы им сейчас даем площадку, где они будут на собрании отдела продаж говорить следующее. Так, все, ватсап-статусы молодцы, что выкладываете. Ну, сейчас же это везде, да? Там в телегу тоже выкладываете сторисы. А теперь вам площадку сделали под вас. Вам теперь не надо где-то только по своей базе работать. Просто, парни, погнали. Честно, нормально делайте. Рейтинг прокачивайте и все. Слушай, в таком формате давай так, я сейчас выступлю со стороны хейтеров. Честно, нормально делайте. Они изначально, мы начали с того, что руководители отдела продаж им нужно догнать трафик, чтобы народ приходил. И они изначально идут с обманом. Типа, занижают цену, будет низкая цена, но при условии, при каком, знаешь, в салоне приезжай. Вот люди писали в телеграме канал, спрашивали, как ваш проект не скатится в ту самую, назову ее громко, помойку, где ценник будет условно один, а на деле он совсем другой. В чем это будет отличие? Да, все просто. Возможно, такое будет, что какие-то продавцы не удержатся и увидев, что их конкурент выложил за 6, выложат там за 5700 и не подтвердят. Такое возможно будет. И возможно, поначалу будет клиент, который в это попадет. Он приедет, скажет, ах, но теперь клиент может это обозначить этому продавцу. Написать ему отзыв, снести рейтинг. очень важно. Мы вот с Ердреем очень долго это обсуждали, очень долго эту схему как сказать, вообще придумывали. В общем, у нас на модерации сидят продавцы, которые устали продавать. У нас, так скажем, не тех, поддержка именно модераторы, которые будут принимать решение о выставлении подтверждения оценки или нет. Это те люди, которые точно все понимают. Вот прямо вот они эту ситуацию изнутри знают. И если он звонит продавцу и говорит, тебе там единицу поставили и вот такой комментарий дали объяснить, потому что мы тебе сейчас снесем рейтинг. И ты понимаешь, что они из одной лодки. Что он ему будет там, если выдумывать начинать? Ну, как бы он, спасибо, я тебя понял, хорошего дня. Бах, подтвердил. Либо тот ему скажет, ну, это, ну, такая дичь бывает, ну, как бы там вот, представляешь, и какое-то объяснение адекватное, мы не подтвердим, рейтинг не снесем. Вопрос из зала. Я прям чувствую этот, подожди, подожди, подожди. То есть, теоретически допускается возможность, что кого-то пум, поначалу. Поначалу. Вот, допустим, этот я. Почему я, доверившись Купре, доверившись там, Паршевалу, посмотрел ролик у Машкова, посмотрел еще. Разные люди про вас уже начинают говорить. Освещать этот проект. Прихожу на доверие, а тут, оказывается, лотерея. Повезет мне или не повезет. С продавцом ты имеешь что-то, клиенту. Да, да. Потом аж целый колум поставят. Меня-то это как волнует. Я хочу, чтобы моя сделка прошла ровно так, как заявляете вы. Мне кажется, это хороший вопрос. Смотри, тут на самом деле есть такой допомощь, есть еще соцсетка, потому что ты можешь на рейтинг, например, внимание столько обратить, ты просто увидишь, что ты с ним по интересам сошелся. Если там продавец постит, что он там, образно говоря, мотоциклист, и ты такой, о, но это меня точно не обманет. И тебе с ним проще будет. Ты ему звонишь и говоришь, слушай, ну реальное объявление, потому что я сейчас сяду на свою там, образно, R6, до тебя дамчусь, он такой, о, вы ездите. То есть может такой коннект произойти, и ты не потеряешь время. Может произойти такой момент, что по началу, когда будет именно только формироваться система рейтинга у продавцов, ну какие-то клиенты, может быть, и зря время потеряют. Это неизбежно. Я не могу им дать сервис, вот, знаешь, с нуля идеальный. Но такого не бывает. У тебя на iPhone, на Android это постоянное обновление выходит. Ну что они с первого раза его нормальным сразу не сделали. Понимаешь, это нереально сделать. В силу того, что мы на этот выпуск, как положено, нанесли маркировочку реклама, у тебя есть шикарная возможность сделать рекламный призыв. Что нужно, кому нужно, какие действия, давай, пизентуй. Да на самом деле все просто. Мы сейчас допиливаем по боевой версии продукт, чтобы тот релиз, который был немножко сыроват, и обратная связь была такая критика полезная. Мы сейчас все это исправляем. И совет один. На самом деле, вот всем продавцам, неважно, в салоне он работает, там, сам он тачки возит, неважно. Вот они должны понять одну простую вещь. Вот сейчас на старте ему гораздо правильнее, как бы, разобраться в этом продукте, ну, там, ну, машину выкладывать, да, потому что сейчас там он и выложит 10 машин, по-моему, дело будет там небольшое затишье, но сейчас, как только мы включаем рекламу и начинаем давать им трафик, вот те первые, вот они как раз и начнут продавать. И если он с этим разберется, то ему, в принципе, в какой-то момент, возможно, это в идеале, возможно, что надо будет уже на свой вот этот стандартный трафик, которого они там не совсем, да, там эти звонки везет, возможно, уже будет балансировать там 5 машин с нас, 5 машин с одного продал. То есть, если мы начнем хоть как-то эту перегибать, то все, вот они и разобрались. Но вот только у первых будет сильный запас по отношению к тем, кто в самом конце такие, а, господи, ладно, давай скачаю или там на сайт зайду, потому что мы сейчас и сайт уже доделываем полностью со всем функционалом, как проект, именно приложений, чтобы пользователям было легко все искать, потому что не всем в телефоне удобно. Вот, поэтому призыв один, продавцам зарегистрироваться, дать обратную связь, мы под них все наладим, подстроим, как им комфортно и начинать потихонечку выкладывать. Поэтому, ребята, ссылочки ждут вас в описании, запросто скачивайте и на данный момент, внимание, с вас никто ничего не просит, денег ноль, потребителям денег ноль. А вот теперь я задам тебе точно так же ряд вопросов, назовем их Блиц. Есть различные доски, вы про них знаете, я просто не хочу даже озвучивать слух, там тоже было бравое начало, но потом все скатилось к тому, что дилеры дурят народ еще хлеще, чем на других досках и повлиять на них, к сожалению, по определенным причинам никто не может. Что это за причина, даже на них время не тратим. Сам смысл. Чем вы-то будете от этого отличаться и почему вас, вот ты прям уверен, что не ждет такая же судьба, как у них? Ну смотри, мы, во-первых, если ты про автоспорт, про проект, да, то мы, я не понимаю, почему люди вот в комментариях особенно начали писать, что это то же самое. Камон, это вот прям совсем разные вещи. у них задача была такая, есть рынок продавца-покупателя, они вышли и сказали продавцу, что мы будем потопить за покупателей и вас щемить по цене, и вы должны сливать тачки им. Ну как бы это вообще нормально так на рынок выходить? То есть, по их мнению, дилеры должны были сливать покупателям машины, ну и примерно через год-два как бы, ну все, поработали, спасибо, расходимся, бизнес можно закрывать. Их идея изначально была, ну какая-то глупая, что ли, я не знаю, я не хочу их там обижать ни в коем случае, но идея странная. Я помню, когда эти заявки нам сыпались, я вот когда там, 18-й год, по-моему, он начал как-то более-менее что-то там, мне сыпались эти заявки, мы поначалу их звонили, честно скажу, вот как ей звонили, а потом вообще перестали звонить. Вот там приходишь, садишь, у тебя 20 заявок, ты такой, уже купил, уже купил, уже купил, и все, и все просто в урну. Потому что ты звонишь там уже, да зачем вы мне звоните? Я вообще не в Москве живу, я вообще в другом городе, как вам вообще эта заявка попала? Или ты ему говоришь, хорошо, вот такую цену хотел, ну ладно, окей, там сольем тебе под конец месяца. Какую такую? Ты ему называешь, да у меня на 100 миллионов еще выгоднее есть, пошел ты нахрен. Там такая дичь началась, что я не знаю, ну кто это придумал, непонятно, честно. Как бы идея дает дилеру. Ну так себе идея. Ну какой дилер в это пойдет? Ну пошли в начале. Знаешь, какие были, ну не знаю, это как бы я думаю для недокого не секрет. Знаешь, какие были собрания? Ребят, с клиентами договариваемся, клиент потом, когда ему оттуда будут звонить, сказал, что он мне не с этой площадки купил, потому что ну все, ну они нас и так доют, мы не хотим им там комиссии платить и так далее. И все, и мы приходили, слушай, там тебе повезло, тебе сейчас еще двадцатку уберут с машины, тебе кообзон будет, скажи, что там нет. Они, о, вообще окей, да. Все сюда. Ну они до такого как бы довели себя. Они, они просто решили дать дилеров. Мы-то вообще не про это. Я же не говорю продавцам, парни, только низкая цена будет продаваться или девчонки. Я же мы вообще не про это. Еще никаких рамок не ставим. Зарегистрировался, оцифровал себя. Вот как ты хочешь, так ты и торгуй. Ну как, подожди, вот это такие фразы тоже ты опрокидываешь. Как ты хочешь, так ты и торгуй. Ну ты же в рынке. Ты же в рынке как продавец. Ну нет, мы даже не можем. Все равно людям давать понять, что как ты хочешь, с точки зрения, ценник ставь честный, вот здесь ключевой. Какой хочешь ценник ставить честный, с точки зрения. Который ты подтвердишь. Вот. Конечно, это важно. То есть он понимает, что этот рынок трех миллионов, ну поставьте там 2,980, поставь 300 ее там, оставь себе там, напиши в комментариях, что там, давай поторгуемся, я только за, ну. Они все все знают, они понимают, сколько что стоит. Это не те времена, когда мы начинали с РРЦ, потом ходили, вот вам ковры, они говорят, какие ковры, полмиллиона скидки, какие ковры. Ты такой, ну сейчас пойду, согласую. Пропал на полчаса, вернулся, вот тебе еще 50 дали. То есть эта катавайся, она уже все, она где-то вообще в прошлом сильно сидит. Они сейчас все продавцы все знают, они в рынке, поэтому они будут нормально выкладывать. Знаете, а потом на протяжении часа я зачитывал Андрею комментарий из телеграма канала, в который я вас без конца приглашаю подписаться, потому что это действительно полезный инструмент для создания выпусков. И он отвечал на некий хейт-негатив, еще ничего не произошло, а уже у вас ничего не получится, все это под снос, это все плохо, плохо, плохо. И он отрабатывал обратную связь, давая ответ, что да, на начальных этапах где-то будут возникать косяки, которые мы будем устранять. С каждой прошивкой, что называется, будет выходить новая версия, доработанная, доработанная, задача которой создать новый продукт. И таким образом хейтить данное начинание, это как люди хотят сделать жизнь нам лучше, а мы говорим не надо, не надо нам ничего, все плохо, ничего у вас не получится. Наоборот, подбадривайте, поддерживайте, пишите вашу конструктивную критику, на что им обратить внимание. Ну и в любом случае, конечно же, будем смотреть, что у ребят получит через полгода, через год, через два года. И на основании этого получится сделать полноценные выводы. Основная задача этого выпуска донести до вас информацию, что на рынок выходит новый игрок, имя которому Купро. Почему Купро? Купи, продай. Совместили два начала и получилось название проекта. Лично от себя скажу следующее, что действительно интересно наблюдать, как один человек, который более десяти лет занимался продажами автомобилей, встал и решил довести свое дело до конца. На всех этапах ему говорят, да нахрен тебе это надо, иди торгуй, и голову себе ничем не забивай. Но он потихоньку, потихоньку доходит, и вот вы уже посмотрели выпуск с его идеей. Приближаясь к логическому завершению, давай присядем на дорожку, и пусть эта фраза звучит двояко, не только, что конец выпуска, а то, что у тебя впереди интересный путь. Многие хейтят, кто-то говорит действительно полезно, ведь про позитив мы тоже не должны забывать. Люди есть, которые говорят, но если это все будет работать, как вы озвучиваете, как это задумано, это действительно будет круто. Ты знаешь, я вот эти комментарии считаю, у меня прям, ну, такое, прям приятное, что кто-то пишет прям идея класс, давайте к вам, чтобы получилось, прям приятно, честно. А вот здесь я предлагаю вам даже принять участие в неком конкурсе, Купра, ему нужен слоган, Купра, место честных продаж. Вот напишите вашу версию слогана, и тот, чей слоган будет использоваться в реалии, получит 50 тысяч рублей. Пишите в комментарии ваше предложение. Юль, на дворе зафиксировались, как минимум на нашем канале, с чего все начинается, потому что вы готовы уже выходить. Когда у вас стартует проект, так что все, он поставлен на рельсы, пошел? Ну, грубо говоря, трафик, давать продавцам по их объявлению, мы готовы уже будем летом. Возможно, это и этот месяц уже, потому что сейчас выстраивается пиар-компания, маркетинг, это такая, на самом деле, сложная вещь, когда вник, я, честно говоря, предофигел. И я думаю, что либо июль, либо август, это уже прямо полетит. Откуда вы будете трафик брать? Слушай, все каналы, они известные, популярные. вы, батенька, будете стараться, другой такой же будет стараться. Это что ж, я денег заработаю? Блин, ребята, знаешь, мне так всегда интересно, когда люди удивляются, о, реклама, да это же реклама, друзья, за деньги можно подсвечивать и рассказывать приятные проекты. Знаете, такое есть поговорка, рука руку моет. Заплатили вы мне? Ну, конечно, заплатили. Мы смонтировали, сделали полезный выпуск. Дальше к вам трафик придет, вы заработаете, вы купите, честно, машину, все довольны. Мне кажется, как это, по-американски, win to win. Итак, друзья, вот такой получился выпуск. Это начало у людей создать масштабный, полезный, крупный бизнес, который коснется всей нашей страны. Все те, кто хотят купить или продать автомобиль, могут в нем поучаствовать. Вот сейчас у вас есть отличная возможность дать наставление, написать ваше, но хотелось бы всегда всем слышать конструктивную критику, которую можно учитывать в процессе создания этого замечательного инструмента Купра, продвигать его, улучшать его, и чтобы с каждым, с каждым новым обновлением все получалось лучше, лучше и лучше. А в дальнейшем вы сами скажете, я купил или продал автомобиль на Купре и остался всем доволен. Рейтинг 5 баллов, рекомендую этого продавца. Ссылочки на приложение ждут вас в описании, скачивайте, чтобы они у вас не потерялись. Не добавить, не убавить. Самое время вам высказать ваше мнение в комментарии. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok